Неправительственная гуманитарная организация «Врачи без границ» намерена возбудить международное расследование случайной бомбардировки больницы в афганском городе Кундус в минувшую субботу, которая стоила жизни ее 22 сотрудникам и пациентам. Глава «Врачей без границ» Джоанна Лиу напомнила, что даже у войны есть свои законы. Очень важно восстановить ясность в отношении того, что же случилось, и напомнить всем о приоритете Женевской конвенции. В противном случае наша гуманитарная организация не сможет продолжить свою работу. До сих пор инцидент расследовали три стороны – США, НАТО и афганские силы правопорядка. Но «Врачи без границ» требуют разбирательства с участием Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов. Объяснения американского военного командования менялись. По нашим данным, 3 октября афганская сторона сообщила об обстреле со стороны противника, запротив поддержку с воздуха. Удар был нанесен с целью уничтожения боевиков «Талибан», но случайно под него попали несколько гражданских лиц. Два дня спустя командующий американских сил в Афганистане заявляет. «Внесу ясность. Решение о бомбардировке было принято исключительно американской стороной. Удар по больнице был нанесен по ошибке. Мы бы никогда намеренно не целились в медицинское учреждение». До международного расследования инцидента остается открытым вопрос о том, кто же принял решение об обстреле с воздуха района больницы «Врачей без границ». Афганские власти подтверждают информацию о наличии в этом районе боевиков «Талибан», утверждая, как пишет французская Le Monde, что обстрел их сил ввелся именно со стороны больницы. «Районы, где прятался противник, используя людей как защиту, были в результате захвачены и вооруженное сопротивление уничтожено». Информацию о присутствии боевиков «Талибан» внутри или вблизи больницы представители «Врачей без границ» опровергли. Напротив, согласно их заявлению, несмотря на прямые контакты с командованием НАТО в Кабуле и в Вашингтоне и на просьбу прекратить бомбардировку в районе больницы, рейд ВВС США продолжался около часа. Точные координаты больницы в Кундусе были известны командованию вооруженных сил США и Афганистана. По информации «Врачей без границ», в больнице незадолго до трагического инцидента прошли курс лечения более 400 человек, в том числе и тяжело раненные боевики движения «Талибан». Врачей без границ. Врачей без границ.